Строительство третьего этапа комплекса противопаводковых инженерных сооружений началось в 2021 году и стало одним из самых дорогих. Общая стоимость объекта составляет 275 миллионов рублей. Земляной вал протяженностью 2705 метров должен полностью закрыть Великий Устюг от паводковых вод. Накануне сложный инженерный объект посетили представители правительства Вологодской области. Здесь выполняется глиняный клин, замок от подтопления, дальше укладывается геомембрана, которая защищает откос от разрушений. По левой стороне у нас есть водособирающая канава, где в улице 160 г. отверстие через каждые 15 метров засыпается щебнем. Здесь у нас щебеночный фильтрующий слой уложен, то есть высота уровня дамбы валирует где-то от 3 до 6 метров. Строительство берегозащитного укрепления идет в две смены. На сегодня специалисты сняли почву на 93% территории объекта. Завезено 122 тысячи кубометров песка, это почти 50% от нужного объема. Объект обеспечен необходимой техникой. Сейчас устройство откосов под геодезию идет, ну завоз песка ежедневно, 17 автомобилей у нас ходят, самосвалов, 5 экскаваторов работает, каток, 3 бульдозера на объекте. По графику мы идем, у нас единственное, что наш директор сказал, это у нас держит сейчас суглинок. Это продолжить вот там дальше, мы песчаную часть выполняем, а суглинок там 8 метров надо укладывать и снова вложить в песок. На начало марта технологическая готовность объекта составляет 34%. Далее строителям предстоит за месяц произвести отсыпку дамбы до конечной точки. Это позволит полностью замкнуть все защитное сооружение. В срок до 10 апреля подрядчик планирует отсыпку тела дамбы по всей длине, это 2 километра 700 метров, шириной 26 метров и на высотные отметки в среднем 2,5 метра. Для нас очень важно, что если будет складываться неблагопорядная гидрологическая обстановка, чтобы мы могли, соответственно, закрыть весь конкур и не допустить затопления территории. Строительство берегозащитного сооружения идет в соответствии с графиком. Далее специалистам предстоит переустройство коммунальных сетей. Эти работы будут выполняться в марте и апреле. Степан Крижановский, Антон Карев, Телеканал «Русский Север». Продолжение следует... Продолжение следует...